Всем привет на канале мы в мире! Привет друзья! Вот это я с 3D очками. А как ты их сделал? Как они работают? Сейчас покажу. Изготовить их просто. Эти очки помогут вам научиться видеть перекрестные стереопары. И смотреть стереофотографии в них намного удобнее, а глаза меньше устают. Для изготовления нам понадобится альбомный лист картона, линейка, ручка, ножницы и тонкий скотч. Куда ж без него родимого. Перевернем картон в портрет и нарисуем прямоугольник длиной 16 и шириной 4 см. Это и будет основа наших 3D очков. По краям сделаем отметку 1 см и проведем две пунктирные линии изгиба. Сюда будут крепиться ушки очков. Отметим середину прямоугольника и от середины сделаем разметку по сантиметру в каждую сторону. Отступим от края везде по 1 см и нарисуем окошки очков как на фото. В центре большого прямоугольника поставим точку, а внизу сделаем разметку и нарисуем выемку для носа. Нарисуем два таких прямоугольника для ушек очков. Делаем разметку и рисуем ушко для правого уха. А вот перевернутая разметка и рисуем ушко для левого уха. Слушай, а все же уши разные, как быть? Да, ты прав, уши располагаются по-разному. Здесь мы указали размеры для среднего уха, как в очках кинотеатров. Но можно поменять размеры и рисовать ушки под себя. И напоследок рисуем два таких прямоугольника с пунктирной линией изгиба в середине. Теперь все это дело вырезали по линиям. Приклеиваем скотчем правое ушко и левое ушко. Погоди, но глаза у всех тоже разные? Молодец! Действительно, у каждого глаза размещены по-разному. Поэтому шторки можно подрезать здесь на 1 см, чтобы было больше простора для их движения при настройке очков. Приклеиваем внизу шторку для левого глаза, так, чтобы она могла двигаться горизонтально. Так же и для правого глаза. Все, 3D очки готовы. Боб, твои ухи вверху, поэтому оденем тебе очки так. А теперь, как они работают в сравнении. Вверху экрана будет то, что мы видим в очках, а внизу без очков. Итак, поясним на Бобе. Расположитесь от 3D фото на расстоянии приблизительно 50 см. Поднесите палец к низу фото посредине. Вот что вы увидите. Сфокусируйтесь на пальце. Медленно приближайте палец к глазам вот так. Фокусируйте взгляд на пальце. На расстоянии около 12 см от глаз попробуйте перевести взгляд с пальца на картинку. И посредине вы увидите объемное фото. Палец можно убрать. Это происходит из-за того, что ваш правый глаз видит левую часть. А левый глаз правую часть 3D фото. А мозг складывает вам объемную картинку посредине. Вскоре вы научитесь видеть 3D фото без пальца. Кстати, можно сразу поднести палец к глазам на расстоянии 12 см. Сфокусироваться на нем, а потом перевести фокус на 3D фото за пальцем. Настроить очки нужно под себя. Это просто. Двигайте шторки на очках так, чтобы ваш левый глаз видел правую половинку картинки, а правый глаз видел левую половинку экрана с фото. Хорош болтать, включи уже фотки для просмотра, не терпится посмотреть в очках. Окей, а ну зацени эту галерею. Кстати, в начале десяточку фото делала наша первая подписчица на канале. Она прекрасно научилась делать 3D фотографии. Ну а потом идут мини скульптуры и другие фото с прогулки по городу. Сахары базикать, включай. Сахары базикать, включай. Сахары базикать, включай. Сахары базикать, включай. Продолжение следует... Ссылка на ролик «Как делать 3D фото» будет в конце и в описании. Да, красота! Я как будто все это лапами мог потрогать. Реально круто! Друзья, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик и уже скоро вы первыми будете узнать о выходе нового ролика. Если понравилось, жмите в лайк и палец под видео. Спасибо за просмотр. Пока! До скорой встречи!